Силовики устроили зачистку на Белгипроземе. Там задержали около 10 человек. На границе Беларуси и Литвы повреждена литовская система видеонаблюдения. Президент Польши подтвердил перемещение российского ядерного оружия в Беларусь, а спикер литовского сейма выступил против уравнивания ограничений для белорусов и россиян. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что в Минск приехал председатель так называемого правительства ДНР. Сегодня утром председатель так называемого правительства ДНР Евгений Солнцев опубликовал фото около национального аэропорта Минск и написал, что в ближайшие дни будем работать в Республике Беларусь. Сказано, что он, видимо, со своей делегацией собирается посетить ряд производства, обсудить с коллегами перспективы сотрудничества. Напомню, что Солнцев находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии, Японии, Новой Зеландии, а также в базе Миротворец. Также хотел бы напомнить, что ранее, в июле 2022 и апреле 2023 годов, в Беларусь приезжал и главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. В первый свой приезд он посещал Брестскую крепость в сопровождении секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и посла РФВРБ Бориса Грызлова, а во второй встречался с Лукашенко. Назвала милицию умничками, завели уголовное дело о разжигании вражды. 39-летняя жительница Лоева сняла на камеру, как сотрудники ГАИ выписывали протокол ее дочери, которая в темное время суток была без фликера. Видео она опубликовала в интернете, после чего против нее возбудили уголовное дело о разжигании вражды. «Милиция у нас просто умнички», — сказала женщина на видео и добавила несколько ругательных слов. В ролике УВД показывают кадры задержания. В машине женщина сказала, что еще не такое видео пойдет в интернет. До министерства точно дойдет. Таким образом, в итоге бойцы ОМОН УВД Гомельщины с использованием физической силы припроводили буйную женщину в автотранспорт. Ну что тут скажешь, ОМОН и физическая сила — ключ к любой женщине. Также, что касаемо задержания, силовики устроили массовую зачистку на Белгип-Проземе. Там задержано около 10 человек. Губопик опубликовал покаянное видео с начальником сектора. Его заставили сказать, что на корпоративе в 2020 году работники использовали белокрасно-белый флаг. Мужчину принудили заявить, что своими действиями он провоцировал сотрудников и разлагал коллектив. Кроме того, силовики опубликовали видео из телефона одного из задержанных. На нем мужчина говорит, что после ухода Лукашенко баллончиком нанесет на свою белую машину красную полосу. Также еще одну работницу предприятия задержали за репост. Силовики традиционно делают акцент на зарплатах задержанных. По их мнению, люди, зарабатывающие 3-7 тысяч рублей, должны быть за диктатора, а не против. Президент Польши подтвердил перемещение российского ядерного оружия в Беларусь. Об этом Анджай Дуда заявил на пресс-конференции с президентом Португалии Марселом Арабелло де Саузой. Внимание, цитата. «Действительно, этот процесс происходит. Мы это наблюдаем», сказал Дуда, но не привел больше никаких подробностей. При этом он заявил, что действия Минска и Москвы очевидным образом меняют архитектуру безопасности в Европе. Спикер литовского Сейма выступил против уравнения ограничений для белорусов и россиян. Виктория Чмелита-Нильсон после встречи со Светланой Тихановской сказала, что в прошлый раз Сейм поступил правильно, установив разные ограничения для белорусов и россиян, и так должно оставаться. Чмелита-Нильсон считает, что если осенью вопрос об уравнении ограничений для граждан двух стран будет еще раз вынесен на обсуждение, то депутаты примут аналогичное решение и не станут усиливать ограничения для белорусов. Кроме того, политик выразила поддержку белорусам и в своих соцсетях, написав в Твиттер, что поддержка Литвой демократической и европейской Беларуси остается непоколебимой. Ну и напоследок. На границе Беларуси и Литвы повреждена литовская система видеонаблюдения. Данный инцидент произошел на участке, где нет физического барьера. Об этом сообщает пограничная служба Литвы. По словам представителя пограничной службы Гедрюса Мишутиса, два человека прибыли с белорусской стороны, повредили столбы, на которых установлены камеры наблюдения и перерезали кабель. В данный момент начаты досудебные расследования. Идет ремонт поврежденной системы, а представитель пограничной службы подчеркнул, что даже после повреждения двух столбов данный участок не остается без контроля. Он просматривается с соседних вышек. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу, а более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живее Беларусь!